Эта фотография сделана сразу после заплыва. От бессилия грибцы буквально рухнули на причал. Наши парни вырвали победу у хорватов. Разница между золотом и серебром всего 0,06 секунды. Только когда мы увидели 250 метров, была отметочка, у нас сразу что-то глюкнуло, и мы начали просто догонять. До этого мы отставали примерно в секунду. Они на нас смотрят, мы на них. Они на нас, мы на них. Так сказать, битва взглядов. Последние метры оказались сложными не только для спортсменов. На трибуне голоса сорвал семейный дуэт тренеров. Самыми трудными стали минуты ожидания, пока судьи изучали результаты фотофиниша. Когда залетели три лодки, три минуты тишина была. Виктор объявляет «Молдова», вот тогда мы вообще начали прыгать. А-а-а! Прикнули все. Там Татьяна Фёровна без голоса осталась. 6 сотых? Это вообще... Я воню, не говорите. Я комментарий давала, я плакала, я не могла собрать в кучу слова. 250 метров до финиша и видим, что наш экипаж с последней позиции выходит догонять, догонять на тысячи метров. Вот можете представить какие-то впечатления, какие-то слезы. После победы в Словении небольшая передышка и снова в бой. Спортсмены опять выходят на рабочие нагрузки. Каждый день проходит не менее 30 километров. Кто у вас главный? У нас нет главных. Мы работаем как один организм. Это и есть залог успеха. Дима задает темп, Саша держит баланс. Чтобы добиться идеальной синхронности, спортсмены тренируются дважды в день. Личное время считается у нас, так сказать, счастьем. Отпуск спортсменам пока только снится. Впереди еще одна непокоренная вершина. Наши гребцы едут на юношеский чемпионат мира. Он пройдет в августе в Болгарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова